Здравствуйте, друзья! Как обычно в это время, в доле мы с вами встречаемся с новыми людьми. С одной стороны, это племя молодой незнакомой, а с другой стороны, это те люди, которые будут править, управлять жизнью нашей страны в самом ближайшем будущем, потому что это молодой бизнес, это стартапы, это те самые неравнодушные, нескучные и горящие отличными идеями люди, у которых получается эти идеи реализовывать и, в общем, даже на этом как-то зарабатывать. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта для путешественников Tripster.ru Алексей Мельчаков. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Рассказывайте, что такое Tripster.ru. Это туристическое агентство, это туристическое бюро или что-то совершенно новое? Не, ни в коем случае. На самом деле у проекта достаточно длительная история. Мы начали в 2008 году как такой проект выходного дня. Там я и мои партнеры работали все в разных местах, и мы решили попробовать решить свою проблему, свою личную. Мы много путешествовали, и часто у нас возникали вопросы про те места, куда мы едем, часто достаточно необычные, частные, которые мы подумали, на которые могут ответить либо местные жители, либо люди, которые в этих местах уже побывали. И мы сделали сервис вопросов-ответов, где можно было задать вопрос не просто на форуме, а в отношении людей, которые в каком-то месте были. То есть люди спрашивали про Стокгольм, про Нью-Йорк, про Лос-Анджелес, про какие-то менее известные места. Вопросы эти получали жители этих городов и путешественники, которые там побывали. И таким образом помогали друг другу находить ответы, понимать разные тонкости, связанные с путешествиями. И мы особо этим не занимались, мы не вкладывали ни копейки в маркетинг. И вот за это время все достаточно хорошо самостоятельно развилось. То есть как все началось, появился первый вопрос. На сайте было три пользователя, на нем никто не мог ответить. Но все-таки сайт вы сделали изначально. Да-да-да, мы позвали своих друзей, которые могли знать ответы. Они зарегистрировались, нашли ответы, поняли, что здесь можно спрашивать. И так все закрутилось, как снежный ком. И в результате вот сейчас на сайте более 60 тысяч пользователей. Ого! Задано больше 20 тысяч вопросов, написано 150 тысяч комментариев. Все это, само собой, таким вот образом развелось. А каким образом вы сделали сайт, а как вы дотянулись до, не знаю, locals, до местных жителей Нью-Йорка, Мадрида? Сейчас объясню. И вот в этом году, в 2013 мы сфокусировались на Tripster. Как бы мы там только им сейчас и занимаемся. И, честно говоря, у нас появилась немножко другая идея. Я сейчас про нее объясню. Как мы обычно путешествуем? Там я, моя семья, наши знакомые, близкие нам люди. Мы ездим не для того, чтобы увидеть основные достопримечательности и найти подтверждение тому, что мы о городах уже знаем. Мы скорее ищем соединение с местной культурой, проникновение в местную жизнь. И вот мы приезжаем в Ковенгаген, селимся в каком-нибудь не самом центральном районе, снимаем там квартиру и начинаем жить. Сливаемся с ландшафтом. Пытаемся разобраться, как устроен этот район, что здесь делают люди, где здесь можно купить еды, выпить кофе с утра. Потом там расширяем сферу влияния, начинаем пользоваться общественным транспортом, понимаем топологию города. Постепенно сливаемся с этим всем, знакомимся с людьми там на месте и так далее. Понимаем точки притяжения силы в этом городе, чем здесь живут люди, за что его любят. Это наш способ путешествовать. И он нам очень нравится, но, честно говоря, он просто требует много времени. То есть нужно приехать и обжиться. И вот этот доступ к местной среде, местной культуре нам на самом деле очень важен. И в 2013 году мы на Трипстере решили решить эту проблему. Упросить вход. Да, упросить вход. Мы подумали, что самые лучшие проводники в местную культуру – это люди, которые живут в этом городе. И мы их нашли в большом количестве и предложили им устраивать нестандартные, необычные экскурсии по своему городу. То есть встречаться с путешественниками и знакомить их с тем или иным элементом. За какой-то гонорар. Да, за какой-то гонорар, естественно. При этом мы старались это сделать максимально не похожим на обычные классические экскурсии, когда там, посмотрите, это Эфелевая башня, как бы, Айтерихстах и так далее. Потому что считаем, что наша аудитория способна с этим разобраться самостоятельно, прочитав все в интернете, в Википедии, в путеводителях, как бы, и она здесь в гайдинге не нуждается. Но при этом быстрый вход в городскую среду и в местную культуру мы обеспечили. Слушайте, это потрясающе, потому что я очень часто путешествую по работе, особенно прежде, когда я работала на MTV. У меня были очень часто такие короткие поездки, двух-трехдневные, в разные интересные места. И я как раз тоже на таком интуитивном уровне. Я понимала, что если я потрачу целый день на Лувр или целый день на Музей современного искусства в Америке, то да, я увижу много интересного, но я не увижу Нью-Йорка или не увижу Барижа. И для меня гораздо интереснее было просто гулять по улицам, сидеть в ресторанах, ходить по магазинам, общаться с людьми, и эти поездки всегда получались удивительные. Но действительно, иногда просто ты не знал, куда идти, и приходилось выходить на улицу, как в романе Дугласа Адамса про детектива, идти за самым уверенно идущим человеком или ехать за наиболее уверенно едущей машиной, чтобы попасть в нужную тебе точку. Очень круто, когда есть действительно возможность такой руки помощи. Но ведь далеко не каждый россиянин таким образом готов путешествовать. У нас куча проблем языковых, культурных. Мы просто не доверяем иностранному миру. Мы выезжаем за пределы родины, и в массе своей мы частенько сразу же надеваем на себя какие-то латы. Мы сразу начинаем себя отделять от... вместо того, чтобы сливаться с местностью, мы начинаем от нее всячески себя отторгать. Как вы думаете, вот ваш клиент, он какой? Кто эти люди? Ну, это не люди, которые ездят по Европе, например, в экскурсионном автобусе, там переезжают из города в город. Ну, и не те люди, которые, наверное, селятся в пятизвездочных отелях? По-разному бывает. Наши люди — это люди, которые путешествуют самостоятельно, которые сами выбирают место, куда поехать, планируют свое путешествие, не пользуются экскурсионными бюро в основном, хотя бывает и по-другому. У нас есть участники, которые говорят, знаете, мы вот приехали в Рим с туром, с заказанными экскурсиями, но, честно говоря, мы посмотрели, как бы что нам предлагают, какие-то стандартные маршруты и так далее, и бронируют экскурсию у нас, потому что хотят какой-то альтернативы. Но в целом, в своем, это самостоятельные путешественники. Не обязательно знать языки английский, французский, итальянский, чтобы в этом участвовать, потому что в настоящий момент все наши местные гиды, они русскоязычные, они говорят по-русски, но здесь, соответственно, у всего этого достаточно большая аудитория. И в основном, да, это люди, которые путешествуют самостоятельно и пытаются разобраться как бы с тем, как все навести. А как вы находите гидов? Что это за люди вообще? Это какие-то добровольцы или вы им делаете предложения? Это очень интересная история. То есть мы долго шли к тому процессу, который у нас есть сейчас. Сначала мы, естественно, обратились к нашему сообществу, на трипстере к 60 тысячам людей, из которых многие живут за рубежом. И сказали, что у нас есть такая идея, что мы запустили небольшой раздел на сайте, где можно было предложить что-то. И первым делом к нам пришли профессиональные гиды в огромном количестве. Еще бы. Они увидели слово «экскурсия» и загрузили все свои предложения. Портфолио. Все свое портфолио, да. Мы посмотрели на это и поняли, что, честно говоря, это не та история, которую мы хотели бы сделать. Это все было дорого, стоило 200-300 евро за трехчасовую прогулку. А так средний ценник какой-то? А так средний ценник, конечно, разница от региона, но вот мы ориентируемся на 30 евро с человека за три часа. Ух ты! Вот так достаточно недорого. Да, недорого это все получается. И мы посмотрели на весь этот спектр профессионального предложения, поняли, что это не та история, которую мы ищем, и стали запускаться по-другому. То есть вместе с этим, вместе с гидами пришло на самом деле несколько удивительных людей. Например, там Аня, преподаватель парижской фотошколы, или Денис, джазовый музыкант из Франкфурта, или там Вита из Хошимина, востоковед, который уехал жить туда и может и не хочет возвращаться. Вита из Хошимина, это звучит уже просто как начало романа какого-то, приключенческого. И мы увидели, что такие люди есть, мы увидели, что их на самом деле очень много. Мы начали их искать через друзей, знакомых, через друзей, через друзей-друзей. Сформировалось какой-то первый круг сообщества, а потом все стало развиваться самостоятельно. Многие из них сами приводят других людей. И подробности мы расскажем вам после новостей. Оставайтесь с нами вдоль, и мы расскажем, как путешествовать нескучно. Новость. Сегодня с нами проект для путешественников Tripster.ru и Алексей Мельчаков, руководитель этого проекта. Мы рассказываем вам о том, как проект создавался и кто является его частями и экспертами. А как вы определяли, что вот эти люди, которые выдвигают себя добровольцами в плане экскурсий и ответов на вопросы всех путешественников, что они не жулики, и что они действительно могут сделать интересную экскурсию? Вы их как-то проверяли? Это очень интересный вопрос, потому что такой сервис просто невозможно построить, не построив в нем процессы контроля качества. И как все происходило? Ну, у нас были свои знакомые в разных городах, да, люди, мнению которых мы доверяли. И к нам приходили какие-то люди, они встречались вместе, гуляли, разбирались, как это, как получается, что не получается, там давали советы. И это на первых порах так происходило. Сейчас у нас во многих городах есть свои сотрудники, координаторы, люди, которые отвечают за то, чтобы появлялись новые интересные предложения. Эти люди сидят на зарплате или тоже на каком-то энтузиазме, не знаю, или на проценте? Эти люди сидят по-разному. На самом деле мы пытаемся сделать их участниками бизнеса, чтобы они чувствовали свою ответственность за то, как все происходит в целом. И мы такие совершенно нежадные, то есть мы понимаем, что если в Париже человек делает сильный вклад в то, как у нас тут все происходит, то он должен быть совладельцем всей этой истории. Парижского отделения. Парижского отделения, да. И координаторы очень сильно помогают. То есть это люди, у которых большие культурные связи, которые много людей знают на месте, которые представляют прекрасный город, что в нем важно, что не важно, которые сразу сходу могут оценить новые предложения с точки зрения топологии. Например, кто-нибудь приносит очень интересную идею, но крайне сложную с точки зрения перемещения. То есть надо много ездить по метро, вот и так далее. И немного изменив маршрут, что-нибудь выбросив из него или добавив в другом месте, можно сделать это более удобным, привлекательным. Вот и сейчас мы развиваем региональную сеть координаторов, людей, которые на местах все это контролируют, помогают нам. Леша, а вы говорите «мы», «мы». То есть у вас здесь, в Москве, есть партнеры. Да, да. Кто эти люди, сколько вас вообще в бизнесе? У нас работает всего, на всего в компании работает около 8-9 человек. И у меня один партнер, это Боря, это человек, который прекрасный коммуникатор, он отвечает за всю работу с клиентами, закрывает все направление общения гидов и путешественников. При том, что мы делаем автоматизированный сервис, вообще стараемся, у нас подход к бизнесу такой, мы стараемся не разрастаться с точки зрения команды, с точки зрения работающих людей, и автоматизируем все, что можно автоматизировать. То есть все предложения есть на сайте, их можно зайти, посмотреть, выбрать. Можно связаться с гидом прямо через сайт, написав им сообщение, вступив в переписку, договорившись о точном времени, месте встречи, обсудив детали все заранее. Но при этом в коммуникации возникают порой какие-то либо проволочки, либо недопонимания, либо еще что-то. И мы вокруг этого построили очень мощные статистические инструменты, которые у нас уже достаточно большой поток заказов, которые мы не можем всех просматривать, во всех помогать. Но вокруг этого выстроена система аналитики, которая зажигает красные лампочки в тех или иных местах и говорит, что смотрите, здесь, кажется, сейчас люди не договорятся. А кто вам, это же довольно, как я понимаю, сложная с технической точки зрения конструкция. Кто писал эту программу или кто помогал вам создавать? Есть разработчики. У меня большой опыт управления интернет-проектами. Я прекрасно понимаю, как это все можно делать. Но часть команды, это техническая команда, она, собственно, конструирует этот продукт. То есть мы находимся на грани вот такого живого личного общения и процессов, которые позволяют его автоматизировать и сделать массовым. Потому что наша идея – это не оставаться локальным маленьким бизнесом. Мы хотим это принести на мировой уровень и стать действительно большим. Скажи, пожалуйста, а есть в мире какие-то аналоги вашей идеи? Да, естественно, есть. Сложно вообще в нашем мире придумать что-нибудь совсем новое. Есть замечательный Viable.com. Это американский сайт, который в очень похожей идее действует. Есть вообще распространенная идея того, что… Как это все называется? P2P Marketplace. Люди людям. Люди людям, да. То есть биржа – рынок, в котором люди соединяются с людьми. Самый известный игрок в этом поле – это, наверное, уже небезызвестный Airbnb, который позволяет людям продавать, сдавать свои квартиры. У них вообще прекрасная идея. Изначально она звучит так. Путешествуя, если ты отправляешься в путешествие, купи часть его, сдав свою квартиру, пока тебя не будет. Вот мы часто приезжаем вот именно таким образом. Куда-нибудь владелец квартиры уехал в Нью-Йорк, мы приехали к нему в Берлин, и его месяца не будет, квартира еще дышит как бы вот этой человечностью всей… Его жизнь. Да, в приятном смысле как бы дышит. То есть это не какой-то гостиничный номер, как бы прекрасно там весь убранный и так далее. Там просто чисто, приятно. Ну, немножко дверь как бы от шкафа как бы отходит. Ну, тут живут люди, как бы у них там свои проблемы и так далее. Вот. И на рынке Tours and Activities, как бы тот рынок, на котором мы работаем, тоже есть P2P Marketplace, это Viable, есть Peak.com, это такой сервис городских экскурсий, Site Tours, который недавно, кстати, купил Groupon, это еще один вариант городских экскурсий и так далее. Слушай, ну правильно ли я подразумеваю, что… Ой, подразумеваю, подозреваю, что вся эта история требует от ее участников определенного, ну скажем, склада ума или характера, я не знаю, там, определенного отношения к миру и к людям, да, определенной степени доверия и открытости этому самому миру. Со стороны путешественников? Ну и со стороны путешественников, со стороны гидов, если ты сдаешь, или там, не знаю, участников этого вот процесса, если ты сдаешь свою квартиру совершенно незнакомым людям на месяц, ты должен, ну, вот я не знаю, я не могу, я не смогла бы сдать свою квартиру никому. Даже если бы мне были нужны деньги, для меня это болезненный вопрос, чтобы кто-то пришел в мой мир, чтобы кто-то мою поломанную дверцу от шкафа, даже если и починил, меня будет это напрягать, эти тени будут меня преследовать, когда я вернусь в свою квартиру. То есть это все-таки какая-то примета нового поколения, нет? Да, есть такое. У нас даже в семье небольшое расхождение мнений по этому поводу, потому что я своей жене Ксении говорю, давай сдадим квартиру, давай сдадим квартиру, когда мы куда-нибудь уезжаем. И она ни в какую не хочет, говорит, что все это неправильно, а кто эти люди, они тут сейчас все испортят и так далее. Нарушат нам ауру. Да, действительно. Но это некоторые, я бы не сказал, что новое. И он всегда существовал, как бы вот это открытое, простое отношение к миру, когда люди не боятся того, что там дверка окончательно отвалится. И в любом случае P2P Marketplace много делают для того, чтобы все это могло состояться. То есть они дают пообщаться заранее. И там даже в коммуникации видно, кто к тебе пришел, может ли этот человек интересно с тобой общаться. Было бы тебе вообще самому интересно с ним разговаривать. Вот я бы не стал пускать в квартиру действительно людей, с которыми мне не о чем поговорить. А тех, с которыми есть о чем поговорить, пожалуйста. То есть у тебя есть возможность в любом случае через некие фильтры пропустить этих людей, прежде чем они окажутся на твоей территории, в твоем городе, на твоей экскурсии и так далее. Да. Это, кстати, и пагубная черта всей этой истории, потому что забронировать отель можно на три года вперед, сказав, что я хочу вот этот номер. И он за три года будет свободен, его можно купить, и через три года он будет тебя ждать. А с квартир немножко не так. Та сторона, она выбирает. Когда воспринять. То есть в некотором роде выбирает. Но у того, как бы люди, задающие квартиры, конечно, мало готовы планировать на три года вперед, как и люди, проводящие экскурсии. У нас есть некоторый процент заказов, там на год, например, или на лето вот текущее. И наши гиды говорят, знаете, я пока не представляю, что я буду делать в июне. И поэтому давайте в мае как бы спишемся. Я вам напишу за месяц как бы до вашей поездки, и мы поговорим еще раз. Да. И еще и не спланируешь все заранее. Какой ночной кошмар. Скажи, пожалуйста, в какой момент вы поняли, что это, как я понимаю, сейчас стало таким главным делом жизни, что это стало бизнесом уже, работой, а не просто каким-то, ну, таким прикольным делом, увлечением. То есть вы все где-то работали, у вас были какие-то основные занятости, а Tripster было любимым детищем, а сейчас, как я понимаю, это и есть основная работа. Да, да, так и есть. И вот с начала этого года мы все целиком в Tripster'е, и, ну, я-то вообще просыпаюсь с мыслью о нем, засыпаю с мыслью о нем, а ночью у меня еще про него снятся сны. Добрые, я надеюсь. Ну, по-разному бывает. Ну, а значит ли это, что прибыль бизнеса такова, что уже можно, в общем, кормить свою семью на это и заниматься этим, только этим делом? На самом деле мы себя не окупаем в настоящий момент. Пока нет. Но мы очень здорово растем и видим, и вот тот момент, когда мы, по крайней мере, заработаем те деньги, которые нам нужны для того, чтобы это все дальше делать, он уже хорошо виден. И все это растет очень здорово. Знание о нас распространяется. Люди довольны нашим продуктом. А из чего берутся деньги, собственно? Я понимаю, на чем зарабатывают гиды. У вас есть какая-то абонентская система? Или это какой-то процент? Или это донация? Что это? Тут разные модели возможны. То есть можно было бы, например, с гидов брать деньги за то, что они публикуют свои предложения. Но с учетом того, что мы приводим их на этот рынок, на самом деле мы приводим на этот рынок новых людей, которых до этого на нем не было. Вот этих людей творческих. Вы создаете рабочие места. Да, да, можно так сказать. Даже для бездомных в Барселоне. Я расскажу так после перерыва. Да, сейчас мы уйдем на новости. Оставайтесь с нами. Мы рассказываем, как путешествовать необычно и интересно вместе с Tripster.ru. Сегодня с нами в доле проект для путешественников Tripster.ru. Его руководитель Алексей Мельчаков. Координаты наши, напомню, 65 10 99 и 6. Это московский телефон, код 495. И финам.фм, наш сайт. Заглядывайте на строчку программы в доле, если у вас есть вопросы. Так вот, если говорить о бизнесе, вы когда начинали, вам не нужно было никаких маркетинговых телодвижений производить, рекламу и всего прочего. Сейчас для того, чтобы бизнес развивался, нужно привлекать все новых и новых клиентов. Как вы к ним уйдете? Это сарафанное радио по-прежнему? Ну вот сейчас до этого мы говорили про вопрос оплаты. Я хотел бы это рассказать. То есть разные модели возможны. Мы могли бы брать деньги с гидов за размещение предложений на сайте, но мы этого не делаем, потому что это новые люди. Не надо их пугать. Не надо их пугать. Мы на самом деле добавляем небольшую нашу комиссию к стоимости экскурсии, и путешественники это оплачивают на сайте при бронировании. Основные деньги на месте. И это очень важно. Вот эта предоплата, она крайне важна, потому что именно после нее возникают такие монетарные взаимоотношения, очень сильно повышается уровень ответственности. Мы в самом начале не брали эти деньги. Но часто бывало, что путешественники просыпали или очень сильно уставали, и не могли прийти. Встречи срывались, все были недовольны. А сейчас все упростилось. Если даже человек заплатил 4 евро предоплаты, это очень сильно повышает вероятность того, что он на экскурсию придет. А это PayPal? Какая система? Можно на сайте оплатить картой, вот эту комиссию картой, обычной банковской картой. И мы на самом деле пока не добавляли никаких других способов оплаты, хотя они там совершенно понятные. Есть PayPal, есть Яндекс, там деньги, есть, не знаю, можно подключить возможность оплаты в офлайне. Но у нас не возникает проблем с оплатой, и это самый высококонверсионный процесс, который у нас есть. Огромное количество людей, оказывается, уже есть банковские карты, они привыкли им пользоваться и платить в интернете. Да? Вы размещаете какую-то рекламу у себя на сайте за деньги или пока еще до этого не дошло? На сайте? Да, на портале на вашем. Это же тоже неплохой способ заработать деньги. На самом деле мы всячески стараемся заработать деньги, чтобы нам денег хватило на подольше тех, которые у нас есть. И мы сейчас научились продавать рекламу в сообществе с вопросами и ответами. И там висит пара баннеров, и они приносят нам что-то. Вообще традиционно контентные проекты, часть TripStra, она все-таки контентная, они зарабатывают на партнерских программах с продавцами билетов и отелей, но это такой способ монетизации, в котором деньги зарабатываются за счет продукта, который не контролируется сервисом. То есть мы же не можем сделать так, чтобы отели находились лучше, или они были более дешевые, или более разнообразные. Мы не контролируем все это. Это контролирует наш партнер, сервис-агрегатор отелей. Поэтому нельзя никаким образом делать ставку на то, чтобы там сильно вырасти и так далее. Да, получается, что таким образом ты подводишь свою собственную идею, да? Да, да, да. Вот по поводу привлечения путешественников мы используем разные каналы, мы очень много всего тестируем, но основное это, конечно, уже сложившееся, во-первых, сообщество TripStra, люди, которые как бы там доверяют, как бы понимают то, что мы делаем, разносят как бы нашу идею, люди, которые сходили на экскурсии, они пишут в соцсетях, на форумах, мы находим много сообщений таких, и рассказывают о том, насколько это несопоставимо, как бы с тем, на чем они были. Многие люди пишут, что это была самая лучшая экскурсия в жизни, или одна из самых лучших. И вот недавно к нам пришел отзыв, там пару дней назад, Стефан, человек гулял в Лондоне, и по южному берегу Темзе, и он сказал, что, написал на сайте, что этого он всегда искал, вот такого аутентичного способа познакомиться с городом, который очень сложно, на самом деле, обрести самостоятельно. Ну и мы пробуем разные модели привлечения людей, там, контекстная реклама, что-то еще. Мы работаем, знаете, с крупнейшими продавцами билетов отелей, и в Рунете, как бы они просто в нужный момент показывают, что есть такая возможность людям, которые купили перелет или гостиницу. А есть какой-то глобальный бизнес-план? Вы говорите о том, что вы видите там, ну, уже не то чтобы цель, но, скажем, ту форму вашего бизнеса, которая начнет и прибыль приносить, и радовать, и позволять вам как-то тоже свое благосостояние улучшать. Да, конечно. В самом начале, когда мы начинали, у нас был бизнес-план. Мы представили, как может работать эта модель, какие есть в ней узкие места, коэффициенты и так далее. Сразу скажу, что он не сошелся. Почему? Потому что мы ошиблись в некоторых местах. А в силу наивности, неопытности, там, не знаю, отсутствия образования специального экономического? В силу того, что мы выходили на новый рынок для себя, не я, не мой партнер, не занимались организацией экскурсий до этого. И, как, ну, многие стартапы так делают. Они приходят на рынок без его понимания, без понимания того, как он устроен. И приносят что-то новое в силу того, что они не зашорены, как бы, многолетним опытом, как бы, работы, пониманием того, как здесь все уже давно сложилось, и как здесь невозможно ничего поменять, и по каким правилам здесь люди играют. Но пару шишек все равно набиваешь. Да, естественно, набиваешь пару. Ничего не работает, как бы, с первого раза, обычно. Задача любого бизнесмена это попробовать, понять, как все устроено на самом деле, чего хотят люди, и отреагировать на вот эту идею, то есть на вот эту потребность с помощью своего продукта. Мы в какой-то момент остановились, посмотрели на огромное количество статистики, которые мы собрали, поняли, сопоставили это с бизнес-планом первоначальным, увидели, как он расходится, посмотрели, как можно улучшить те или иные показатели, и вот у нас сейчас есть новый бизнес-план, по которому видно, где мы безубыточно и где становимся прибыльными. А откуда вы вообще пришли в этот бизнес? Расскажите, где вы до этого работали, какое у вас образование? Ой, я работал много где. Начинал я программистом в одном медиахолдинге, в фонде фиктинополитики, в лихие 90-е. Мы там запускали разные сайты СМИ. Затем у меня был интересный опыт работы с главным редактором одного из известных российских бумажных изданий, и мы делали сервис, такой первое, чуть ли не одно из первых сообществ в интернете, сервис, который эмулировал работу государства на сайте в интернете. То есть был такой достаточно интересный форум, в котором участники все причислялись к каким-то субъектам, там кто-то был в полиции, кто-то был в парламенте и так далее. Происходили среди пользователей страшные битвы за выборы, за прочее и прочее. Все определялось голосованием. У вас была демократическая форма. Да, в том числе все посетители влияли на то, как развивается сайт, то есть там требовали каких-то определенных функций и так далее. В этом месте я научился работать с сообществами, понимать, как бы, что людям в интернете нужно, как бы можно направить в определенное русло, как реагировать на то, что происходит, на всякие спорные ситуации и так далее. Затем я немного работал на государство, занимался сайтами органов косвласти в интернете, инвестировал деньги в интернет-проекте в одном ситфонде, который поглотил кризис. И после этого где-то год был диджитал-стратегом в крупнейшем российском медийном агентстве. И в результате накопился такой разнообразный опыт из разных властей интернет-маркетинг и управление проектами, и работа с командами и с человеческими сообществами и так далее. Да, это очень интересно, потому что у вас такой уникальный совершенно случай, когда опыт технический и опыт гуманитарный, такой коммуникационный, они вот где-то в какой-то точке пересекаются, из этого получается такой синтез интересный. Да, так и есть. И это дает возможность работать на вот этом новом туристическом рынке, как бы-то tourism activities, привнося в него там что-то новое, какие-то новые идеи. А кто люди, которые находятся в команде, вот эти 8-9 человек? Это технари или это, не знаю, Нет, у нас есть главный редактор, человек, который отвечает за идеи, которые приносят люди на глобальном уровне. Она живет в центре Европы, там, в Будапеште, и... Работает удаленно. Да, работает удаленно. У нас многие, на самом деле, работают удаленно, потому что это, там, тестирование у нас в Таиланде, там, часть технических команд в Новосибирске. Но многие люди уезжают сейчас, там, дауншифтят, как бы, и сбегают зимой из России в более теплые края. Там это дешевле и приятнее, и теплее, и, ну, некоторые сферы деятельности позволяют работать удаленно, как бы, без особых потерь. Соответственно, есть главный редактор, есть служба поддержки, это очень важная, как бы, наша часть. Техническая? Нет, ну, техническая, как бы, служба поддержки гидов и служба поддержки путешественников. Потому что возникает много вопросов, как бы, и порой, там, что-то, ну, нужно человеческое общение, как бы, и вот это важное, как бы, это наша часть. Она прям круглосуточная, что ли? Ну, она не круглосуточная, она, там, не посменная, как бы, мы еще не доросли до такого, вот, посменную, ну, весь день, весь рабочий день. Есть телефон на сайте, на который можно позвонить, есть адрес, на который можно написать, иногда мы сами связываемся и так далее. Вот, и есть, соответственно, менеджер продукта, который отвечает за сайт, я им там иногда помогаю, но всячески стараюсь, там поменьше в этом всем работать, как бы, чтобы оставалось время на все остальное. Есть два разработчика, там, вот, тестирование, отдел тестирования, как бы, чтобы продукт получался качественным. На самом деле, просто сайт важная часть нашего бизнеса, и вот эти инструменты, главный инструмент, вот эти инструменты, у нас нет офиса, нельзя прийти, как бы, посмотреть красивый буклет, и, и, там, что-то выбрать, ткнуть пальцем. Иногда нас спрашивают, а пришлите презентацию про себя, или буклет какой-то. Я даю ссылку на сайт и говорю, наш буклет, это наш сайт, как бы, он просто такой большой, интерактивный, и в нем можно сделать все, в том числе, как бы, и заказать. Вот, какой-то примерно такой состав команд. А, есть, соответственно, маркетинг, как бы, один человек, который, с которым мы вместе занимаемся всеми нашими маркетингами, активностями, тестируем разные каналы, собираем аналитику, статистику, смотрим, как все работает, и так далее. И некоторые вещи, конечно, находятся на аутсорсе, то есть какие-то очень узкие, там, такие, вроде контекстной рекламы, которые мы не очень хорошо понимаем, и не хотим разбираться в них, просто мы знаем. Есть специально обученные люди. Да, есть люди, которые это здорово делают. А как эти люди находились? Это тоже друзья? Или вы их как-то специально вылавливали на просторах? Нет, часть, мы выловили. Всех мы выловили. Тем или иным способом. Кто-то увидел, что мы делаем, и пришел, просто... И проникся. И сказал, давайте я вам помогу, и у нас все здорово сложилось. Кого-то мы долго, и очень основательно, там, искали на рынке, нанимали, собеседовали, и так далее, и так далее. На самом деле, очень сильная, крепкая сложилась команда, и так как мы пытаемся удержать небольшое... в рамках небольшого количества людей, это все, там не сильно раздувать зарплатный фонд, то у нас работают звезды. Слушай, ну это уникальная история. Я все время, как обычно, с ты на выпере и скакиваю. Уникальная в том смысле, что как-то, когда ты представляешь себе компанию, все равно это некий офис, пусть он даже не сидит в четырех стенах, но это люди, которых ты контролируешь, как начальник, ты должен устраивать какие-то, я не знаю, планерки, какие-то брейнсторминги, обсуждения, а тут у тебя люди разбросаны по всему миру, и тебе не нужно над ними как-то постоянно нависать, не нужно постоянно проверять, выполнили они задачу или нет. Ну почему? У нас есть план, чтобы этот план соблюдался, как бы нужно, и планерки, и так далее. Но все они проходят, как я поняла, в эфире. Офис у нас тоже есть. Вот как. Продолжим. Новость. Сегодня, как всегда, по вторникам мы рассказываем историю стартапа. это Tripster.ru, проект для путешественников. У нас в гостях его руководитель Алексей Мельчаков. Леш, ну понятно, что когда мы выезжаем за границу, мы уже как-то, ну более-менее поняли, как, что у нас есть Tripster.ru, и есть разные варианты устроить себе нормальный отпуск. Ну, на самом деле, многие люди действительно уже стали говорить на языках и перестали обращаться к услугам каких-то традиционных туристических агентств. Но ведь есть и обратная история, когда сюда приезжают несчастные иностранцы, которые видят, не видят ни там табличек на латинице, а если видят таблички на латинице, то там написано Болшой театр или что-то такое. Ну, все видели в Фейсбуке эти подстрочники буквально. Да, в Питере была тяжелая история с переводом Молодежный дворец и все такое. И понятно, что на улице не спросишь у полисмена, как куда пройти, и достаточно сложно все с инфраструктурой, особенно если человек хочет приехать ни в Москву, ни в Петербург, там не по Золотому кольцу прокатиться, а тоже слиться с ландшафтом нашей необъятной Родины. Есть ли у Tripster планы сделать подобный сервис для тех, кто приезжает сюда? Мы недавно кинули клич по России и откликнулось невероятное количество людей из разных городов, как Казань, Владивосток, Красноярск, Уфа, Краснодар, Калининград. И сейчас мы постепенно это все как бы перевариваем, как бы смотрим, что есть. Там многие люди говорят на английском и им интересно вот аудитория как бы не только местная, там не только внутренний туризм, но и приезжие. И со временем такой продукт появится. Но пока не могу сказать, что вот у нас, честно говоря, у нас даже сайта на английском языке нет. И это план вот этой зимы перевестись на английский язык, потому что есть даже, то есть, некоторая очередь как бы людей, которые хотят за рубежом, вот люди, не говорящие по-русски, как бы присоединиться и что-то что-то устроить. и мы сейчас не можем им ничего предложить, потому что мы старались не распаляться по самому началу. Начать с узкой как бы ниши. Ниши, да. Русские люди там, русскоговорящие путешественники здесь. Но мы уже увидели, как это работает вот здесь, в этой сфере и хотим дальше. Хотим большего масштаба, хотим становиться полностью международными и так далее. Все это просто неимоверно увеличивает объем работы, который как бы там предстоит. И поэтому очень аккуратно мы к этому подходим и тоже думаем о том, как запускаться и так далее. Ну, вообще, это не какое-то не очень бизнес-поведение. Наоборот, никакой экспансии, все так тихенько, мирненько, медленно, по капельке, аккуратно, нет никаких идей о глобальной прибыли. То есть, в первую очередь, сделать качественный продукт, который четко работает, а потом уже, может быть, его как-то медленно развивать. Не-не-не, ни в коем случае не медленно развивать, но абсолютно точно сделать качественный продукт. Я вообще считаю, что надо в первую очередь работать над продуктом. Качественные предложения, легкая возможность это все забронировать. И вот это основной драйвер. Потому что, знаете, можно сделать плохой продукт, который людям будет не очень нравиться и вложить огромное количество денег, там, маркетинг, рекламу, все придут, попробуют, поплюют и разойдутся. И больше никто не придет. Это не наше. Я вообще считаю, что рынки меняют продукты. Какие-то новые прочтения, сделанные качественно и способные, которые люди любят. Создают новые какие-то, создают тренды, что называется. Любовь к клиенту, это очень важно. Для этого нужно качество. Мы много над этим работаем. Ну, мне кажется, вам это совершенно точно удается. Возвращаясь к теме иностранцев России, я просто представляю себе, куда их сидеть, например. Человек приезжает во Владивосток в какую-нибудь хрущевку в гости в чью-нибудь квартиру. Ну, не знаю насчет Владивостока, а вот я был с детьми недавно в Нижнем Новгороде, и мы как-то собрались за один день. Поехали, а бронировал я все уже в дороге с телефона и отель. Вы просто поехали посмотреть город? Да. Да-да. И квартиру. И квартиру я забронировал на Airbnb, там отель, где-то на каком-то сервисе отелей. Честно говоря, оказалось, что в этих городах есть люди, которые понимают, какая аудитория к ним приезжает, что это требовательные западные там туристы, да, или либо не требовательные, а просто молодые, которые хотят интересного места, как бы красивого интерьера и так далее. И там действительно была квартира. Все прилично. И там была, вот мы жили в квартире, она была маленькая, там из одной комнаты и кухня, такая вот, в общем, в некотором роде студия. И она была приятно сделана, там стояли милые свечки, висели интересные какие-то на стенах как бы штуки, и я поговорил с хозяйкой, она сказала, да, знаете, очень много иностранцев специально объявлений сделаны на английском, потому что люди видят, что это что-то близкое к их культурному коду, который есть у них там в Европе. И, то есть, есть спрос, он рождает предложение, все, все, на самом деле, происходит очень естественно. Уверен, что и в Владивостоке найдется. А у тебя у самого есть возможность пользоваться вот сервисом Tripster? Я хожу на московские прогулки и вот даже так загулял все выходные, что немножко заболел. И, честно говоря, вот с тех пор, как мы начали это все делать, я совершенно безвылазно сижу здесь, как бы во всех наших... Подожди, то есть в Москве в сервис уже работает собственно локальный наш, да? Да. А для кого это прогулки? Это уже для иностранцев? Нет, они пока для... В тестовом режиме для своих себя. Они пока в тестовом режиме, для самих себя. На самом деле, не только туристы ходят на эти экскурсии. У нас достаточно большой поток, например, людей в Лондоне и Париже, которые из одного района города приезжают, идут на экскурсию в другой. Они списываются и говорят, знаете, я вот три года живу в Лондоне и вот я знаю какие-то места, вы открываете какие-то совершенно новые для меня перспективы, я хочу к вам на экскурсию, давайте, давайте встретимся. И это тоже происходит. Еще одна аудитория это сами люди, которые живут в городах. В Москве, так, мне кажется, это и есть основная аудитория, потому что в городе много людей, у которых сформировался запрос на познание того места, где они находятся, как бы, потому что, мы ходим там по Замскворечью, да, и не очень порой представляем, из чего она состоит, а что это такое, какие истории там происходили, и так далее. При этом есть люди, специалисты, которые могут про это все как бы рассказать и в разные культурные пласты нас погрузить. Ну, расскажи вот про последний уикенд, где ты, к сожалению, простудился, но, видимо, это было действительно очень интересным путешествием, раз вы так много времени провели на улице. Так как мы, это все было тестовое, да, как раз мы помогали там человеку стартовать, как бы, понять, как у него все должно быть устроено, и... Этот человек не историк? Нет, не историк. Не какой-то там культуролог? Да, и как раз это стало проблемой, потому что нельзя сказать, что этот тест был удачный, то есть мы в результате не опубликовали, как было на сайте, потому что есть определенные проблемы там с маршрутом, как бы, с содержанием и так далее. Вот, сейчас после эфира я пойду, как бы, и буду очень аккуратно с этим всем разбираться, как бы... То есть вы как эти, создатели вакцин сначала на себе используете? мы все тестируем, естественно, потому что, ну, нельзя так просто. Мы же, как, еще раз повторюсь, мы приводим людей как бы на этот рынок. Большинство из них прекрасные раскачетчики, потому что люди, как бы, творческих коммуникационных профессий, как бы, но иногда попадаются не очень понятные, как бы, понятные компетенции, и вот, вот, вот так случается. Завтра пойду еще на одно. Куда? По обронным переулкам. И я пытаюсь еще раз понять, вот, прям, механику процесса. То есть, звонит человек и говорит, здрасте, я хочу быть московским гидом, я знаю про обронные переулки, то чего никто не знает, пойдемте со мной, да? Не, не, не звонит, а на сайт приходит, публикует свое предложение, мы связываемся, спрашиваем, как бы, откуда все это вообще взялось, а почему пробронные переулки, а откуда все эти знания, как бы, и так далее. Вот, помогаем сформулировать это в виде, там, текста, основные, как бы, хайлайты, как бы, этого всего, да, как бы, из чего будет состоять. Потом организуем тестовые, как бы, бесплатные экскурсии, связываемся, ходим на них сами, как бы, иногда на них ходят, как бы, люди какие-то сторонние, они просто видят, что это бесплатное предложение, оно там в первый раз, как бы, все понятно, ожидание немножко... А на улице, можно, вот я вижу, идет толпа народу, и перед ними идет человек, которым что-то интересное рассказывает, я могу к вам присоседиться? Ну, обычно, кстати, не ходят толпы, толпы народу, потому что люди бронируют компаниями, вот особенно за рубежом, то есть мы очень такой личный, дружеский формат, как бы, вообще нет. пять человек, это уже толпа, понимаешь, идет организованно пять человек, и с ними кто-то, и они все время где-то останавливаются, на что-то смотрят. Но они не то, чтобы очень организованы, они по-дружески, как бы, гуляют, и это, это выглядит, как друзья, которые... Маскируются под прогулку. Ну, не то, чтобы маскируются, просто оно само собой так происходит, это очень естественно. Мы делаем диалоги, а не монологи. У нас нет человека с громкоговорителем, который идет впереди всех, и посмотрите направо, а вот здесь налево, и так далее. Нет, это все живое общение, много вопросов, постоянные какие-то уходы там, в разные темы. Трипсы.ру, друзья, все вопросы можете задавать там, путешествуйте со вкусом. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо вам.